коллеги добрый день меня зовут мурзин алексей васильевич но вначале павел юрьевич я для того чтобы заполнить паузу поэт да я рад вас приветствовать на нашем вебинаре и как всегда хотел бы обратить внимание на то что начинается наша вебинарная неделя начинается с нового вебинара с новой темы и сегодня у нас выступит спикером алексей васильевич мурзинов который впервые у нас директ академии но имеет громадный опыт и сегодня его вебинар кто ясно мыслит тот ясно и слагает логика дипломной работы ну перед тем как передать слово нашему сегодняшнему спикеру я хотел бы обратить внимание на наши сообщения которое я разместил самом начале нашего чата обращаю внимание что это сообщение в основном предназначена тем кто впервые в директ академии но на всякий случай послушайте и те кто не впервые и так в самом начале чата четыре полезные ссылки первая из них ведет на наш сайт директ академии ру на его главную страницу где размещено расписание на весь учебный год до июля месяца и на любой вебинар вы можете все эти вебинары бесплатные и на любой из них вы можете зарегистрироваться прямо сейчас одну минутку я сейчас посмотрю увидел информацию о том что что-то недоступно сейчас гляну да нет вроде бы все все вроде бы все работает наверное было несколько минут назад такое и так вторая ссылка ведет на наш видеоканал на ютюбе где будет расположена и запись этого вебинара тоже всего на нашем видеоканале более 450 уже записи вебинаров наших и это запись тоже будет там так что подписывайтесь на наш канал чтобы быть в курсе того что творится в директ академии третья ссылка ведет на страницу наших онлайн курсов она для тех кто хочет учиться дистанционно ну и последняя ссылка ведет на страницу выдачи сертификатов сейчас я еще раз проверю все работает на этой ссылке вот если у кого-то не работает заработает в ближайшее время потому что видимо кэш не очистился у вашего браузера вот ну и в конце я хотел бы дать ссылки на ближайшие наши мероприятия на сей раз это будет в конце нашего чата завтра во вторник 26 марта наша постоянная ведущая по теме истории искусства марина пивень проведет вебинар я просто кладу анри мать из я просто как кладу краску которая выражает мои чувства 27 марта 12 часов в среду мой вебинар университетская библиотека онлайн для библиотекаря ну и наконец 27 марта снова алексей васильевич мурзинов проведет второй свой вебинар свод анализ на службы образовательной организации и как провести свой провести анализ без ошибок пожалуйста регистрируйтесь на эти вебинары я надеюсь что алексей васильевич второй свой вебинар немножко тоже сегодня про пропиарит вот чтобы вам было понятно для чего как и для чего он нужен ну что ж а теперь моя вводная часть закончена я с удовольствием передаю слово нашему сегодняшнюю алексей васильевич пожалуйста добрый день коллеги еще раз и еще раз я рад быть в этой аудитории немножко расскажу о себе и о своей работе а вначале у меня вопрос к вам такой скажите пожалуйста на титульном листе вебинара презентации показан уморительный ребенок зачем он здесь есть у вас такие ответы на этот вопрос а так ответов нет ответов нет а это дипломе правильно так светлана александровна меня плохо слышно будущее будущее вот павел юрьевич ответил правду я сам не знаю мне просто понравилась эта картинка свое умилительное и я ничего не нашел хорошего кроме это будущий дипломник так что ли скажем будущий дипломник спасибо мы как дети будем учиться правильно а еще не ясно мыслить он еще не ясно мыслить нет у него то как раз все лос логика все в порядке все очень просто давай есть и прочее несколько слов о себе я вашей аудитории впервые поэтому коротко все-таки расскажу что есть определенный опыт работы дистанционном образовании с 2002 года работал декана мощно-заочного отделения в классической бизнес-школе по программе mba в настоящее время московской бизнес-школы ну и кроме того консультирую предприятие малого и среднего бизнеса если кого заинтересует детально вот пожалуйста адрес где есть некая более подробная информация о трудовом опыте несколько слов еще себе моя сфера интереса вообще-то говоря это стратегический менеджмент стратегическое мышление и творческое мышление в бизнесе однако моя работа это преподавание по программе mba это накладывают определенные ограничения на мои увлечения но я где-то вычитал такую формулировку что преподаватель мб у это не mba это не гуру это кенгуру он постоянно прыгает с одного места на другого я думаю что и среди вас есть наверное такие кенгуры в хорошем смысле слова у него должен быть широкий кругозор и должны так сказать много чего знать не остается времени на сферу своих прямых интересов но тем не менее я стараюсь это сделать цель моего моей встречи с вами я далек от мыслим что я вас чему-то научу в этом вопросе я уверен что среди вас есть люди которые имеют опыт подготовки дипломников от опыт защиты опыт работы с текстами и здесь наверное я не буду какой-то такой исключительной личностью чтобы вот так вот вещать вам но я очень надеюсь что я изложу свой подход к работе с дипломниками и получил замечание от профессионалов то бишь от вас я на это надеюсь это такая у меня цель сегодня в программе чем я буду говорить ну во первых о специфике дипломы диплом на работе там где я работаю чтобы было понятно что и как но естественно самый основной раздел работы это логика вебинара логика построения самой дипломной работы ну и попутно вопроса логика изложения это скорее всего не рекомендации а это скорее всего ну как сказать боль нынешнее поколение людей которые приходят в том числе и на программу mba ну я не знаю это я наверное с высоты своего возраста говорю что раньше были куры как утки и вода мокрая вот раньше было раньше было но мне кажется что нынешнее поколение страдает неумением выражать свои мысли к сожалению качи а для студента просто в качестве слушателей можно послушать можно 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 это будет полезно ну и конечно же немного я остановлюсь о рекламе правда меня уже павел юрьевич прорекламировал сейчас я хотел бы вначале понять ну так сказать нашу аудиторию и связи с этим небольшая инвентаризация я запускаю опрос какой группе специалистов вы могли бы себя отнести ну я не знаю есть люди которые студенты есть люди которые помогают организовывать образовательный процесс а есть люди которые непосредственно в этом образовательном процессе задействованы в виде преподавателя ассистента в виде профессора в виде там я не знаю чуть еще какой-то вещи вот пожалуйста что у нас есть пока пока проголосовала 26 это мало пожалуйста ребята интенсивнее для того чтобы можно было но не задерживать результаты проголосовала 30 меньше половины ну и тем не менее у нас настоящее время 20 процентов 21 те кто непосредственно стоит по другую сторону баррикады по отношению к студенту 22 процента есть студенты очень хорошо есть те люди которые способствуют образовательному процессу вот очень хорошо вот все кто относил себя группе профессорско-преподавательского состава так минуточку я что же отношусь поэтому я тоже отвечаю себя о с моей точкой получилось аж 65 процентов профессорско-преподавательского состава очень хорошо и так я останавливаю опрос наверное кто хотел тот нажал а кто не хотел но он наверно сомневается я красивый или я умный но всяко может быть остановить опрос так итак у нас все-таки большинство как ни крути но это те люди которые непосредственно работают со студентами и очень даже хорошо несколько слов о нашей несколько слов о а вот студенты объявились наталья георгиевна евгения хуршедовна третья позиция несколько слов о том что представляет из себя дипломная работа выпускная коллекционная работа по программе mba там где я работаю в московской бизнес-школе но это по сути дела некая итоговая работа подтверждающую возможность присвоению квалификации я буду постоянно путаться между словами вкр и диплом вкр мы привыкли а диплом это бытующее название подобного рода документов очень ну так сказать реально я постоянно буду смещаться от одного к другому как оценить квалификацию как мы относимся к мастеру делового администрирования это некий дирижер он может не так красиво не так эффектно играть там я не знаю на флейте вот на флейте это какой-то на скрипке например он не может так громко бухать в барабаны но он должен координировать все и поэтому он должен понимать и скрипачей и флейтистов и барабанщиков и исполнителей на рояле он должен понимать знать что они делают ну и это нельзя назвать так всего понемногу но он должен уметь координировать и понимать каждое на каждое направление деятельности вот такое такая аналогия позволяет нам сказать что мы должны во первых при в дипломе мы должны отметить следующее что это исследовательская работа которая подтверждает что обучающийся может предложить решение управленческих проблем перед конкретным предприятием с использованием знаний и навыков которые он приобрел в процессе обучения вероятно я это говорю лишнее вы и так это все многое понимаете к тому же тут достаточно много преподавателей но для изложения для логики моего изложения это имеет значение так что помучайтесь программа диплом и вообще сам специалист обучающийся по программе должен отвечать на целому ряду критерий он очень длинный их там где-то порядка 60 различных позиций насобирались у нас методических рекомендаций по работе написано около порядка только 30 я выбрал ну я не знаю нечто главное обобщенное что ли когда мы будем говорить о дипломном проекте прежде всего он должен обладать внутренней логикой я это ставлю во главу угла быть управленческим проектом быть междистиплинарным исследованием ну и соответственно методическим рекомендациям как я понимаю о междистиплинарности о соответствии методическим рекомендациям здесь наверное из присутствующей многие мне могут дать фору рассказать что это такое это и как поскольку это присуще наверное любому дипломному проекту и в любом высшем учебном заведении обязательно ставятся вопросы о междистиплинарности и о соответствии по задачам по требованиям по управлению я только кратко расскажу то что накладывает особенность на наши работы это вот управленческим проектом что такое управленческий проект это значит не просто предложить идею решение и ее обоснование а это обязательно ну я построю сейчас эту часть рассказа по другому ну допустим вы приходите к своему руководству или ваши подчиненные приходят к вам и говорят босс шеф у меня идея какая идея вот то 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 молодец а что нужно делать для того чтобы эту идею реализовать возникает вопрос вы или посылаете или сами или посылаете человека готовить некий план мероприятий по реализации идеи вы пришли он пришел к этим планом все здорово все хорошо а ты тут что рисков никаких не видишь если есть тут какие-то риски надо о них подумать давай иди думай бежишь думаешь через какое-то время приходишь опять тебе говорят слушай а сколько это стоит ну бежишь считаешь сколько это все занимает денег сколько это требует денег а потом приходишь тебе говорят оценка экономического эффекта это ситуация для любого бизнеса такая с разными степенью ну и с разными вариациями где интервал между этими высказаниями пять минут где интервал один день где интервал десять минут но для того чтобы для того чтобы разработать и реализовать эту идею обязательно нужны не только сама идея но мероприятия нужны обязательно оценка рисков нужны обязательно оценка затрат и обязательно оценка экономической То есть мы понимаем, что работа должна быть управленческим проектом, вот со всеми добавлениями, о котором я сказал. Вот это некая особенность, потому что во многих учебных заведениях вот этот вопрос не ставят. Ты должен подготовить идею, решение, подготовить решение, а подготовить решение тянет за собой совокупность этих вопросов. Именно поэтому я акцентирую внимание вот на этой стороне. Ну еще у нас особенность такая, что работа над дипломом занимает, ну по-разному, бывает от трех до шести месяцев. Бывают случаи и более длинные, в этом случае берут ДМК, люди же взрослые, не всегда все успевают или еще что-то такое. Кто-то успевает и раньше, поскольку он раньше начал, меньше трех месяцев, но таких случаев маловероятно. Три месяца это, так сказать, нормальный путь. И вот мы считаем, что как раз работа над дипломным проектом это самый ответственный и неотъемлемый этап обучения. Поскольку именно тут человек, соискатель степени MBA, он обязательно начинает, ну что ли, пытаться соединить все те разрозненные курсы, которые он проходил. И хотя в процессе обучения пытаются показать вот связность, что ли, всей программы, не всегда это, ну что ли, разумно. Хотя бы потому, что каждая дисциплина имеет свои, имеет свои, ну скажем, терминологию, свои особенности. И самое главное, каждый из преподавателей своей дисциплины, как говорят, свое болото хвалит. Каждый кулик свое болото хвалит. Это все так, это все так, это все так. Вот это наиболее ответственный и неотъемлемый этап обучения. Да, кстати, коллеги, извините, я с самого начала забыл ответить. Ну, мне привычнее таким образом, что если возникают вопросы, то лучше, если вы будете сразу же их писать. Ну, не держать в себе, ну, во-первых, это представляет определенные сложности, вопрос потом может убежать. А потом мне так удобнее, я буду корректировать свое выступление в зависимости от этих вопросов. Если я увлекусь и не отвечу на какие-то вопросы, то обязательно отвечу потом. Поэтому, если вы напишите вопросы прямо сейчас, не дожидаясь, то обязательно получите на них ответ, свое мнение я выскажу. Вот в период такого общения, общение проходит, как правило, удаленно. Плюс скайп конференции. Личные встречи со слушателем, ну, просто исключается. Ну, он во Владивостоке, попробуйте с ним связаться, лично поговорить, посмотреть на него. Это невозможно. Кроме того, личная встреча обязательно это потеря времени и значительная потеря времени. Хотя, конечно, это и наиболее широкий канал коммуникации. Тут можно подробно объяснить, даже больше, чем по скайпу. Но, как правило, ограничиваемся скайпом или же электронной почтой. Вот это тесное взаимодействие, по сути дела, чем теснее взаимодействие, тем подробнее, тем выше качество конечной работы. Конечная работа, я здесь рассматриваю не то, что диплом красавицы получил пятерку, а самое главное, что он дал возможность закрепить все полученные знания, ну, хоть полноценно закрепить все полученные знания. И вот, отвечая на вопрос, как взаимодействовать, я хотел бы акцентировать внимание на двух. В первую очередь, логика построения самой работы и логика изложения текста. Вот это два вопроса, которые мне кажутся наиболее значимы и наиболее важны. Вот к первому из них и приступаем. С чего должна начаться дипломная работа? Она, как правило, начинается с видения. Не как правило, а начинается с видения. Ну, правда, там можно считать аннотация есть, это не так важно. Сама работа начинается с видения. А работа над дипломом, с чего начинается? Вот с чего начинаете вы? Вам прикрепили человека, вам дали ему диплом, с чего начинаете вы? Так, у меня тут двигается? Ага, вопросы появились. Так, вопросы. Что-то тут ничего нет. С идеей, с постановкой задачи, с идеей, с тена, с плана работы, изучение материала, с плана, выявляю сферу интересов, список литературы по теме. Все правильно, с темы, верно, план, гипотеза. Ну, я вообще этот вопрос делаю таким образом. План, гипотеза, тема, план, календарный план. Календарный план. Ну, насколько я знаю, во многих институтах, во многих институтах, в высших учебных заведениях требуют обязательно составить календарный план работы, утвердить там, ну, у магистров там концепцию, необходимо утвердить еще что-то, еще что-то, еще что-то. Ну, очень часто у нас длительное время в нашем институте было так, что человек говорит, я хочу делать такую тему. Ну, поговорили с руководителем, он каким-то образом подкорректировал эту тему, пошли, утвердили, работай дальше. Так, я полагаю, что все, что вы написали, все это важно, очень нужно. Но предлагаю это организовать по-другому. Ну, вот примеры работы, которые обычно приходят. Вот представьте себе, одна работа, объект исследования, компания «Русхозбыт», работающая на рынке посуды, она исследует. В рамках этого объекта исследует предмет «Сбытовая деятельность», разработка с бытовой стратегией компании «Русхозбыт». Если здесь все логично, поставьте «плюсик», если не логично, минус. «Плюсик», «плюсик», правильно, правильно, Ирина Степановна, конечно, правильно, конечно, правильно. Но, вот другой вопрос. Компания «Башнефть», есть такая компания, она существует и сейчас, но это было еще до ее, так сказать, скандальных приобретений, не развала там системы, это было до того, объект исследования, парень, который работает там, молодой, способный парень, вот он выбрал и пишет «АОАО «АНК «Башнефть». Был такой период, что для повышения стоимости акции, она решила, акции были распределены среди дочерних предприятий. Это была головная компания холдингового типа, и у нее дочки имели свои акции, и они решили перейти на единую акцию, провести фактически слияние, хотя они таковыми и были. Это предмет исследования. Это все, по-моему, согласуется, так ведь? И объект исследований, предмет исследований, все хорошо. А дальше он пишет «Цель работы». Ну, там длинная цель была определение, в конечном итоге определить, приводит ли слияние и поглощение в нефтегазовой отрасли к увеличению стоимости бизнеса. Я поставил здесь вопрос. Мне кажется, тут надо ставить не вопрос, а минус, минус, минус. Я прав? Конечно, на одном примере, и он пытается сказать вообще обо всей отрасли. Это не может быть целью. Правильно, совершенно верно, совершенно верно. Минус, все верно. Другой пример. Это вообще, пример зашибись. Объект исследования. Мировой и российский рынок программного обеспечения. Вдумайтесь. Мировой и российский рынок программного обеспечения. Это начиная от Майкрософта, Гугла, чего там еще, всяких игрушек полно. Это же, черти что, это невозможно в принципе исследовать. По крайней мере, в рамках одной такой отдельной зеработы. Слишком широко взят объект исследования. Правильно. Предмет исследования. Нейронная сеть Лара. Ну, что такое нейронная сеть Лара, я не знаю. Специалисты в этом вопросе знают. Наверное, есть она такая вот, распределенная какая-то сеть. И нейронная сеть сейчас уже используется. Ну, так сказать, грешно признаться, но приходится признаваться. Я не очень-то представляю, что такое нейронная сеть. Это и есть объект исследования. Хорошо. Ну, может быть, может быть, может быть, да. Ну, вот он ее исследует. И цель работать. Разработать программу мероприятий по созданию и выводу на рынок бренда нейронных систем. Ну, к слову, бренда у меня есть, ну, как сказать, претензии. Ну, да бог с ним. Начинает другая тема говорить. Вот мне кажется, что цель работы понятна. Разработка программы мероприятий по созданию и выводу на рынок, ну, я не знаю, там нейронной сети, например. Ну, тут бренд мешается только. А вот это все, это чепуха. Это чепуха. И представьте себе, человек совершенно сознательно пишет, и человек описывает мировой рынок, пытается описать. И человек описывает нейронную сеть, и человек делает какие-то потуги по разработке программы мероприятий. Но все это до такой степени нелогично. И он, главное, не понимает. Вот встречались ли у вас подобные случаи? Не сетей тогда, сети, наверное. Встречались, встречались. О, Рауш Наталья Леонидовна, так, Наталья Леонидовна, но, по-моему, же вы же студентка. Вывод ларно, предмет исследования, наверное. Постоянно. Итак, еще, еще вопрос. Ну, тема. Разработать проект интернет-магазина детский уровень научно-квалификационной работы? Ну, нет, у нас не научно, у нас научно-практическая работа. У нас научно-практическая работа. Он понимает, если платит. Да, все правильно. Он понимает, если платит. Я не знаю, кто ему платит. Мы ему не платим. А, да, да. Наверное, в этом смысле, Олег Васильевич. Да. Тема. Разработать проект интернет-магазина детских товаров. Ну, вроде как. Ну, ладно, так, значит, так. Разработка основных технических решений интернет-магазина. Так называется один из разделов. Глава третья. Этого, этой работы. А в заключении написано, разработаны мероприятия по запуску интернет-магазина. Вот скажите, пожалуйста, логично ли это все или нет? Разработать мероприятия по запуску. А он пишет, а тема разработать проект интернет-магазина. Минус. Ирина Николаевна. Я тоже поставил минус по этому поводу. Другие. Владимир Николаевна, Ольга Владимировна. Так все хорошо. Внедрено результаты внедрения. Правильно. Правильно. Вот посмотрите, что у нас путается. У нас очень, у нашей молодежи, представьте себе, у нас молодежь 25-35 лет, ну, даже 45 лет бывает, это та молодежь, которая уже свое время отучилась, имеет высшее образование и приходит здесь. Я представляю, что творится в высшей школе при получении первого высшего образования. Путается, постоянная путаница и считает вообще чуть ли не синонимами. Проект, программа, план, бизнес-план, мероприятие. Это чуть ли не одно и то же. Это как бы, я не знаю, синонимические понятия в их голове. Это, если вы сказали, что вы разрабатываете проект, так будьте добры, дайте совокупность мероприятий для разработки нового продукта или улучшения существующего продукта, если это проект. Если это план мероприятий, так тогда и назовите работу именно так. Для многих это одно и то же. И вот, наслушавшись всего этого, у меня родилась, ну, вот такая мысль. Да, еще один нюанс. Вообще, дипломная работа – это документ, который имеет ограниченное число читателей. Ну, так сказать, специфическая аудитория. Это те, кто, по сути дела, это квалификационная комиссия или аттестационная комиссия, она в каждый раз по-разному наблюдается. К которому приходит много работ. Как они, вот эти читатели, как они знакомятся с работой? Да очень просто. Они читают введение целей и задачи. Потом читают заключения, в какой степени задачи выполнены. А потом ищут содержание, обоснования, доказательность и прочее. То есть, как роман «Война и мир», они ее не читают. Они читают, ну, во всяком случае, я так делаю. Не знаю, может быть, я неправильно делаю, но это невозможно. Я вначале сопоставляю цели и задачи с результатом, а потом ищу доказательства того, что это цели неправильные или результат неправильный, или вообще все верно. Вот смотрю таким образом. Ну, я предполагаю, что многие делают именно так же. Если я не одинок, поставьте, пожалуйста, хоть кто-нибудь один плюсик, чтобы я не чувствовал себя одиноким. Так, Ирина Анатольевна, очень хорошо. Спасибо. Вот в связи с этим у меня родилась такая мысль. До начала работы плюнуть на все каноны, что введение надо разрабатывать последним, введение основные положения, отправные положения разработать сейчас. Еще на этом берегу обязательно сформулировать тему, которая бы отражала проблематику, ожидаемый результат для конкретной кампании. У нас в программе MBA есть особый, ну, как сказать, подход формирования темы, и он, наверное, в каждом учебном заведении свой. Но если это интересно, я расскажу, но это не так важно. Далее мы формулируем, соображаем о теме. Потом пишем, по отношению к чему проводится это исследование, объект, организация. В рамках объема, объекта выбираем предмет, но не выбираем, он сам пишет. Актуальность для объекта в данное время. Здесь, кстати, очень большая беда. Сейчас отвлекусь. А если в процессе работы все изменится, придется все менять? Хорошо бы не забыть изменить. Верно, верно, верно. Да, конечно же, придется все изменять. Но, конечно, придется все изменять. И очень может быть такое есть. Но, как правило, изменяется далеко не все. Но если идти вперед, и не знаю, по какому, по какому-то, что это такое новость, у меня прям сыпется, открывается, одна за одной. Если мы не знаем, не очертили себе ранки и начальные, то начинается хаос в процессе работы. Актуальность для объектов в данное время. Ну, я еще на каждом из этих позиций остановлюсь. Цель, ожидаемый результат, гипотезы, предложения, на которых построены исследования, задачи, этапы достижения цели, методы исследования определяются задачами, и содержание в соответствии с задачами. Сейчас я отдельно, ну что ли, остановлюсь. Вот, пожалуйста, у вас есть в раздаточном материале файл отправные положения. Примерно такой документ я отправляю каждому дипломнику, только мы с ним начали работать, первым же письмом отправляю. Это шаг один нашей работы. Все. Ваше мнение, причем, пишу таким образом, уважаемый, вот вам, не задумывайтесь, пишите, как понимаете, так и пишите. Только каждую позицию запомните. После этого я либо делаю правки, ну, так сказать, отвечаю, а чаще всего вызываю его на собеседование в скайп и начинаю с ним рассматривать. Мне представляется, что на первом этапе вот эту логику этих понятий надо выставить в полном объеме. Это, ну вот, спасибо, Елена Андреевна. Отличная навигация для начинающих. Очень хорошо. Я, так сказать, на правильном пути. Ну, вот, здесь у меня, ну, намечена некая такая, ну, не влезла в один слайд, поэтому я его разбил на два и хочу отдельно рассказать. Объект. Объектом исследования, судя нашу программу, по нашей программе является обязательно некий, некий, некий компания, подразделение компании, компания, подразделение компании. Вот, например, компания АБВГД является производителем, работает на рынке со временем царя гороха, за период существования, там, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, ну, два-три предложения. Но это обязательно надо в начале работы поставить для того, чтобы читателя вести в курс дела. Вы представляете, начинает писать, например, о процессном управлении и начинает рассказывать, что процессное управление, ой, такое хорошее, ой, такое здоровое, ой, надо его внедрять и внедрять. А о ком идет речь, так ничего и не сказано. Вот, начинать мое мнение. Может, начать, а проблема, вот, может, в начале проблемы. Хорошо. Но, а проблема где? Вообще, в бывшем Советском Союзе? Проблема в правительстве? Проблема в этом самом, в местных органах власти? Или проблема на вашем предприятии? И вообще здесь проблема? А где вообще здесь проблема? Так вот она и есть, эта проблема, актуальность. Вот, в последнее время, ну, так сказать, мы расписываем, логично после объекта расписать об актуальности, то бишь, самой темы. Актуальность определяется через противоречие. Согласен, согласен. Актуальность это к теме. Актуальность именно темы. Да, именно темы. И мы рассматриваем, что актуальность, по сути дела, это и есть та проблема, с которой вы столкнулись, которую надо решать. А та проблема, с которой вы начали, которую вы должны решать, она как раз и формулирует предмет. Нет, предмет это именно то, чему будет посвящено конкретное исследование, что вы детально исследуете в рамках объекта. И вот после этого, о планировании практической работы, что нужно делать студенту своими руками, опросы, тестирование, анализы. А, минуточку, минуточку, минуточку. Это я скажу еще. Гипотеза это варианты решения. Самой проблемой задачи формулирования у вас нет. Минуточку, вот. Актуальность. Актуальна она только тогда, когда вы знаете проблему и эту проблему пытаетесь решить. Не, понятно, когда пытаетесь решить. Сейчас я. Предмет исследования как раз и отталкивается от этой проблемы. Предмет, для того, чтобы понять предмет, если ваша проблема в сбытии, занимаетесь сбытом в финансах, занимаетесь в финансово-производственной деятельности, в чем-то еще, в чем-то еще. Относится так. Актуальность, Павел Валерьевич, актуальность. Предмет обычно повторяет тему исследования. Нет, 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 минуточку, минуточку. Тема, если сейчас я, Павел Валерьевич, остановлюсь. Предмет обычно повторяет тему исследования. Ну как же. Предмет это то, что в рамках объекта мы рассматриваем. То, что в рамках объекта мы подробно изучаем. А тема, тема вообще понятие сложное. Она, скорее всего, коррелируется с целью, что мы хотели добиться. Но это мое видение, не все его поддержат. Теперь, Павел Валерьевич пишет. Актуальность, повторю, относится у вас к теме. Не, ничего подобного. Актуальность о проблеме. Тема, тема. Оставим в стороне пока тему. Просто оставим в стороне тему. Как это назвать? В конце концов, как корабль назовешь, так он и поплывет. Это нейминг. Это, так сказать, несколько отдельно в стороне. А проблема относится как раз именно здесь. Ничего страшного. Да, актуальность и проблему надо еще связать. Надо еще связать. Ну, как же. Конечно же, надо связать. Именно. Другое дело, что, может быть, имело бы здесь мне написать не просто актуальность и в своем отправных положениях, но еще добавить. Добавить именно та проблема, которая мешает жить и работать. Петров за практической методологией. Озерск. Ну, я эту книжку не видел. Так, возьмет за практической методологией. Он поймет, что все не так, что предположения были неверны, что нужно изменить цель работы. Бывает, бывает, бывает. Бывает. Ну, по крайней мере, мы к чему-то должны стремиться изначально. Теперь. Цель. Цель. Ну, я сторонник того, чтобы писать вот именно в таком повелительном направлении по повышению, ну, некий, так сказать, и конечный результат оговорить. Это определяемый, ну, ожидаемый конечный результат работы. Он, как правило, должен быть в неком виде некого документа или некое решение. Это план, план мероприятий, либо что-то еще в этом. Решение вопроса расставить все на местах. Это мне по поводу актуальности. Ага. Ну, и мне бы тоже неплохо по поводу актуальности почитать там. Хорошо. И вот еще вопрос, который вызвал, ну, как сказать, обратную связь определенную. Гипотезы. Очень часто гипотезы формулируют, ну, поскольку мы требуем, это, так сказать, основа исследовательской деятельности, гипотезы. Мы требуем эти гипотезы, и они нам пытаются их дать. Но дают в таком виде, например, автор предполагает, что внедрение моих рекомендаций позволит повысить. Это гипотезы, конечно, это предположение о том, что работа даст полезный эффект. Это предположение. Но нам не эти гипотезы надо. Гипотезы нам нужны такие, которые можно положить в основу исследований. Ну, например, это, помните, во всех сериалах следаки, вот ваше мнение, мотивы, идеи, пожалуйста, 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 высказывайте эти гипотезы, предположения, мотивы для того, чтобы мы могли их исследовать. И сказали, ой, у нас, у нас, так сказать, четыре предположения или там, я не знаю, мотивы или ожидания версии такие. Версия, например, умышленного убийства отметается. Мы исследовали ее и поняли, что доказательств нет. Версия там чего-то своего мы исследовали, получили. Вот именно так, и именно гипотезы или подтверждаются, либо опровергаются, как Евгения Юрьевна пишет. Правильно. Цель часто задается самой темой, в противном случае тема может оказаться не полностью раскрыта. Вот, кстати, цель, я сторонник того, что, например, если цель данной работы у нас разработать мероприятие по повышению объема продажи рентабельности в компании АБВГД и К, то я своих рекомендую назвать работу «Разработка», тут повелительное наклонение, а там просто повествовательно, разработать мероприятие по повышению объема продажи рентабельности в компании АБВГД и К. За чего я это делаю? Я это делаю для того, чтобы с точки зрения читателя, а читателем является члены квалификационной комиссии, он сразу же начинает, он сразу же определяет, ага, объект у меня АБВГД и К, будут разрабатываться мероприятия, причем обязательно в сфере объема продаж. Ему становится понятно, что ожидать от этой работы, где она относится, я не знаю, к мировому сообществу или, я не знаю, к поселку Гадюкино, компания, я не знаю, Газпром или компания XY. Вот это, ну это мое мнение, тут очень многие спорят, у нас даже споры доходили до того, что говорят, а можно ли тему формулировать в виде вопроса. Можно, можно все, но, поскольку мы ориентируемся на читателя, а читателем данной работы являются члены квалификационной комиссии, и им должно быть понятно прежде всего, цель часто задается самой темой, или наоборот, в противном случае тема может оказаться не полностью раскрытой, может быть, так, сейчас что-то у меня тут проскочило, проскочило, а вот, теперь, а почему цель стоит после гипотезы? А, нет, цель стоит до гипотезы, вот стрелочка у меня, вот, цель, потом гипотеза, гипотеза, по сути дела, стоит перед задачами, гипотеза стоит перед задачами, и вот здесь, вот здесь есть, ну, так сказать, выработался, я, во всяком случае, даю своим, своим товарищам, своим дипломникам вот такую установку, он пишет задачи, 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 то-то исследовать, то-то решить, что-то там, что-то еще, а я ему даю, ну, не шаблон, а некие советы, рассмотреть теоретические вопросы по теме, изучить опыт других по данному вопросу, и на основании этого выбрать методологию, ну, потом, конечно же, идут всякие работы, связанные с диагностикой, с анализом, с мероприятием, собственно говоря, с использованием, ну, завершать работу тем, что разработать план реализации, провести оценку рисков, оценить эффект, это тоже как дельные задачи, с методами, с методами, с методами, как правило, большой швах, не все начинают, ну, ориентируются сразу же, какие методы использовать, применять, поэтому я говорю, хорошо, методы, вы можете составить первичные методы, как вы думаете, а потом, давайте добавим, изменим, после того, когда подготовим первый раздел, и рассмотрим теорию, изучим опыт других, и вот в этом случае мы можем выбрать методологию уже какую-то проблему, вот таким вот образом, и в конце концов, введение, как правило, требует писать содержание, вот это содержание работы, и в отправных положениях я тоже прошу поставить, ну, как правило, глава 1, это задачи 1, 2, 3, глава 2, задачи 4, 5, 6, собственно говоря, исследования все, и глава 3, это реализация предложенного решения, вот этот подход, этот подход я даю своим слушателям, не все, ну, во-первых, есть многие, которые, получив этот документ, его игнорируют, есть такие, и начинает писать все по-своему, ну, я настойчиво, но, так сказать, настойчиво советую к нему вернуться, если вам дорого время, если вы не хотите делать, переделывать 10 раз, давайте-ка мы все-таки сделаем в начале, мы получаем некую канву, взгляд сверху на всю работу, и это, кстати, основа введения, ее, может быть, корректировка, может быть, корректировка, да, наверняка будет корректировка, но эта корректировка, уже есть исходная позиция, которая позволяет видеть работу в целом, что нужно получить, и как делать, проблема определяет все, какова цель нашего вебинара, Олег Васильевич, цель нашего вебинара, я излагаю свой подход, и хочу получить от вас критику, или предложение, я далек от мысли, что у меня все, так сказать, гладко, но этот опыт, который приводит к положительным результатам, когда я такой шаблончик, перечень даю, и люди над ним задумываются, дальше они не испытывают тех сложностей, которые испытывают обычно, если цель практического, какой гипотезы может быть идти речь, нет, ну почему, так практически, у нас все работы практический характер, но это не значит, что нет предположений о том, каким путем будет решаться эта практическая проблема. Так, Олег Васильевич, строк спикером, ну так очень хорошо, я не возражаю, коллеги, я хотел бы подчеркнуть мысль, значит, мысль моя заключается в том, что я не педагог, я, так сказать, человек, который проработал в науке длительное время, на производстве проработал длительное время, длительное время работаю с программой MBA, а педагогического образования не имею и тех штучек-трючек, которые составляют учить в пединституте, не знаю еще. И в связи с этим приходится очень многое доходить своим умом, что ли. И вот я, по сути дела, и напросился на вашу аудиторию для того, чтобы получить либо одобрение, либо неодобрение. И вот в связи с этим я хочу сейчас открыть этот, как его называется, опрос и получить от него. А одновременно я надеюсь, что вы напишите мне вопросы или предложения в чате. Сейчас Павел Валерьевич говорит, тогда сначала надо доказывать предположение, а потом что-то там разрабатывать, тогда цель расплывается. Не, я не, Павел Валерьевич, я не понял, к чему это? Может быть, как-нибудь переформулируете? Итак, коллеги, я сейчас открываю опросы, опросы, открываю, пожалуйста, запускаю опрос, а вы, пожалуйста, пишите и вопросы, и вот эти самые, ну что ли, ответы на вопросы. Значит, в духе Аркадия Райкина одобрямс, одобрямс с замечаниями, не одобряя, есть более эффективные подходы, какие есть. Так, мне хотелось бы набрать некий, ну, я не знаю, статистику в целом. В целом, одобрямс. 8, 15, ну, число мало, непредставительный опрос пока. Так, не одобряя, есть более эффективные подходы. 83, 84, всего проголосовало 26. Ребята, эффективнее, эффективнее. Так, вы, так сказать, не обижаете, что я вас называю, ребята? Я не знаю. я в юношестве, а это было очень давно, лет 60 тому назад, занимался туризмом. Так, там с тех пор у меня все ребята. Так, проголосовало 33, 84% в целом, одобрямс, замечаниями. Но я надеюсь, что эти замечания покажутся в чате, чтобы можно было им использоваться. Кстати, я попрошу Павла Юрьевича, если, 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 не трудно мне переслать потом чат, для того, чтобы я с ним поработал и выписал себе мысли, иначе все забывается. Итак, ну что, я останавливаю опрос, наверное, кто хотел, тот ответил. Кто не, кто не хочет, тот не хочет. останавливать опрос, останавливаем. Итак, 83% в целом, одобрямс, но есть замечания. Останавливаю опрос, останавливаю опрос, закрыть, закрыть опрос, закрыть опрос. Так, практика, так, тут сейчас, Павел Юрьевич, до вас еще есть. Может, вы не педагог, но методика ваша логична. Практика великая вещь. Так, мы с пониманием. Хорошо, одобряем, Павел Ежов. Так, у меня каверзный вопрос. Насколько вообще подход сверху вниз вместе в наше время? Не убивает ли он творческой составляющей работы над дипломом? Ну, вот, понимаете, мне кажется, ну, это другой вопрос, не связанный вообще с дипломом, что алгоритмы, разумный порядок действий не противоречит творчеству. Для того, чтобы творить, мы должны создать нечто новое. И есть алгоритмы, как создавать нечто новое. Вся мнемотехника построена на логичных алгоритмах. Мы его подталкиваем к чему-то. Моя логика, вот в данной работе, направлена только на то, чтобы было логичное изложение от начала до конца. Так, не знаю, Павел Юрьевич, удовлетворил я вашим ответом, но пока так, если надо, подробнее остановлюсь, но не сейчас, наверное. Подход совершенно нормальный. Это банальный учебно-научный проект. Введение – это банальная разработка проекта. Так, спасибо. Мне было очень интересно узнать, можете ли с вами потом связаться, либо вы можете посмотреть какую-то литературу в дальнейшем. Ну, пожалуйста, связывайтесь. Я думаю, что вы… Так, подождите, еще не все. Пишется не роман. Одного творчества маловато будет. Правильно. И более того, оно ни одного, ни двух, ни трех, ни десяти творчества будет не маловато, маловато, потому что есть еще и правое, и левое. Одно без другого не может. Павел, смотри, Новиков, Новиков, пожалуйста, так, методологи научных исследований, все расписано, широко. Часто приходят защищать диплом, уже работающие люди, которые в процессе работали, уже провели, а теперь пытаются закрепить. А бывают дети, которые вообще не знают, что делать, с чего начать. Цель работы – обоснование определенных результатов. Цель работы должна состоять в том, чтобы обосновать конкретные результаты, которые должны быть перечислены. Перечислены. Ну, все верно. Ну, ребята, извините, Павел Юрьевич, у меня есть еще несколько вопросов, я здесь их постараюсь, ну, скороговорка, потому что время подходит. Вот, я, теперь я хочу с вами просто поделиться болью. Эту боль я огласил словами, вас тут не стояло. Еще в советское время этот лозунг был очень развитый. Пишет в работе, на основе этих данных создан стратегический анализ. Что такое создан стратегический анализ? Анализ – это действие, которое можно стимулировать, начать, выполнить, провести и прочее, но не создать. Ну, прям бесит. Цель. Ну, во-первых, цель заключается, цель состоит, целью является, но не цель является, цель является, целью заключается. Вот пишут таким образом, непонятно, русский язык они изучали или не изучали. Ну, вот, посмотрите, я не буду на этом примере останавливаться подробно, при случае прочитайте, тут, так сказать, очень подробная цель, очень подробная цель, но которая не выдержит никакой критики. Так, где-то, я думаю, что сейчас, вот, потом прочитаю все остальные высказания. Вот, посмотрите, это в рамках одной работы. Человек доучился, человек получил высшее образование, человек обучился у нас, и в результате в работе пишет, «Одним из элементов макросреды можно считать аналитический анализ сайта». Фу, ёглкипал. Ну, во-первых, анализ вашего сайта, это относится, как к ней к внешней стороне, во-первых, а во-вторых, элементом макросреды. Но, как может быть микросредой анализ? У меня в голове не укладывается, как может быть анализ. Ой-ой-ой-ой, что-то я здесь напутал. У меня, да, господи, да шо ж такое, Так, ну, извините, да шо ж потерялся, Полез, Ой-ой-ой-ой-ой, ну, извините, ради Бога, запутался. Покрутил этот, чтобы вопросы передвинуть, и, ну, как говорят, и на старуху бывает проруха. Сейчас найду. Это что такое, где она у меня? Ой-ой-ой, так, я надеюсь, что вы, о, наконец-то, ага, нашел, 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 так, во время кризиса окружающие тенденции находят выражение, как это, тенденции находят выражение, в числе большинства факторов, которые влияют на повышение рекламного рынка, важное место присуждается внедрению инновации. Так, присуждается, я понимаю, он, с кем-то Нобелевского комитета, что ли, присуждает внедрению инновации рекламного, на рекламном рынке. Ну, что, или, или я так думаю, думаю, стилистика текста вопрос, не понимание слов, которые человек использует. СНВ, анализ, средства стратегического анализа внешней среды. Ну, кто занимался стратегическим анализом, понимает, что СНВ, анализ, это средство анализа внутренней среды. На данном этапе выходит следующий важный вопрос, выходит вопрос, смотря на таблицу, мы можем выбрать более преимущественные варианты таблицы, а несмотря на таблицу, мы не можем выбрать более преимущественные варианты развития. Уровень процветания интернета среди граждан России и старше завоевал. Уровень завоевал. Ну, в общем, у кого-то, а что-то прямо глупо, да, верно, верно, я именно об этом и говорю. Так, где-то у меня тут, ну, как мне теперь, чтобы опять не сбить на вниз, все, все. Вот, что я делаю в таких случаях? Такие случаи бывало. Я обязательно ему говорю вот эту фразу, вас здесь не стояло. Ну, к примеру, вот вас, посмотрите, пожалуйста, логика в работах. Батутный центр, разработка стратегии, актуальность темы. Люди стремятся от пляжного к активному отдыху. Люди стремятся. Молодцы, какие люди, а? А при чем здесь батутный центр? В ответ тишина. Вот, очень примечательно, вот, обратите внимание, что пишет человек? Кандидат наук, который пришел к нам. Опишите алгоритм корректировки стратегии малого предприятия. Это задание такое они получили. Пишет, компании надо работать с людьми, процессами, продуктом, денежными потоками. Это так важно для малого предприятия. Ну, я так сказать, пишу, молодцы, конечно, хорошо, это все надо. А какие методы стратанализа надо использовать? И в каком порядке для корректировки стратегии? В ответ тишина. Не все, не все такие люди, далеко не все такие люди. Ну, что ли, есть люди, которые проскочили, ну, не обученными на этот высокий уровень. Очень много хороших, толковых ребят, но среди них встречается и эта бич, и если такой попался тебе в качестве дипломника, это ужас. У меня было случай, я от двоих просто отказался, сказал, я не буду с вами работать. Ну, и теперь, что надо делать? Надо учить, рассуждать в терминах причина, следствие, если то, для этого я обязательно своим дипломникам в процессе работы предлагаю построить диаграммы ИСИКАВы, так называемый рыбий скелет, предлагаю заниматься диаграммами почему, почему, вот обратите внимание, низкие продажи нового продукта, почему, вот причины, а почему эти причины, такое-то, такое-то, есть мета такой 5, почему, можно до 5, уровня доходить, но, далее, а если надо сделать план мероприятий, провести продукт в соответствии с потребностью, а как? Улучшить качество, привести в соответствии тенденции моды, придать удобство, а как? и так далее. Вот эти методы, ну, так сказать, причинно-следственные помогают. И вот, вообще, в принципе, если нам надо решить задачу, привести продукт в соответствии с потребностью, я всегда задаю вопрос, а зачем тебе это надо? Ну, чтобы увеличить объем производства, а зачем тебе это надо? Чтобы повысить рентабельность продаж, подожди, так значит, нам надо повышать рентабельность продаж, вот и давай занимать, заниматься этим, предложить продажи более дорогого, выдовый товар, сопутствующие товары, повысить уровень сервиса, пересмотреть, и так далее, и так далее, и так далее. Вот, регулярно прошу делать. В процессе обучения на стадии написания следует обязательно контролировать логику изложения, это требует много времени, это не очень, так сказать, рентабельно, не очень рентабельно, но тем не менее, другого пути нет. Что такое отсутствие логики? Вот это отсутствие логики и есть. Итак, у нас было несколько вопросов, я давайте отвечу вначале, проведу свою рекламную когнитивность, если они нарушены вопрос к врачам или тем, кто протолкнул данного человека на данный, наверное, не всегда получается дружить с головой, так учить студентов надо, верно, верно, верно. Вот, я, так сказать, хочу добавить к Александру Павловичу Чехову, мы, так сказать, пытаемся говорить, человеке все должно быть прекрасно, и лицо, и одежда, и душа, и мысли, и выпускные, и квалификационные работы. Вот уж воистину, кто ясно мыслит, тот ясно излагает. Ну, и вот буквально вчера я получил вот такое письмо, получил такое письмо, я сегодня была переведена в группу 18.01.20 для финализации обучения по модулю 10. Все тесты по модулю сдала, подскажите, пожалуйста, как правильно построить свою активность по итогу работе модуля. Вы знаете, у меня пришла в голову мысль, нынешнее поколение, это уже совсем-совсем другое поколение, это люди, которые, откуда она взяла эту финализацию, я знаю откуда, трансформация, финализация, прим, иностранные, иностранные консультанты, приезжая в Россию, ну и в любые другие страны СНГ, они обязательно вот пользуются такими словами. Как построить свою активность, ну такое впечатление, что человек говорит словами этого гугловского переводчика, ну бог с ним. Герасим Алексей, данные схемы будут в письме студентам, ссылка на которые, нет, нет, данные схемы будут в презентацию, презентацию тоже можно скачать, activity, finalization, все правильно, все правильно, но это же не по-русски. Итак, немножко рекламы, и потом отвечу на вопросы обязательно. Да, в четверг я провожу, это не совсем, так сказать, ну как сказать, плановые, недавно мы приняли решение такое провести, свод-анализ на службу образовательной организации, ну, наверное, нужные, важные, я, ну, так сказать, один из мой интересовый и коньков, я считаю, вот как раз является свод-анализ. Свод-анализ, все пишут, что это, я не знаю, ой, такой простой и такой полезный инструмент, бесполезный инструмент, если к нему относиться, как к простому, бесполезный, никому он не нужен. Посмотрите на свод-анализ вашей организации, наверняка, если не во всех, то в доброй половине эти анализы делают, например, при создании, в том числе, при получении денег на финансирование, Минобор требует, надо подавать подобные документы, да и вообще это все хорошо, вот, вчера почитал, вчера опять же попалась в очередной раз, кто читал, Мана, номер один, есть такая книжечка у него, Игорь Ман, номер один, вот, так вот, он там приводит, свод-анализ своего личности, как человека, ну, неправильно приводит, я у себя в блоге написал даже по этому поводу, ну, ты такой большой человек, хорошо известный, ну, будь добр, проверяй, ну, проверь же это все, ну, представляете, ну, вот, об этом всем я буду рассказывать, причем применительно к образовательной организации, что на выходе вы будете иметь, вы на выходе будете иметь методику построения анализа своего образовательной организации, а может быть, вы ее будете иметь уже и готовы, так, еще, приглашаю к себе на свой сайт, вот, декан блокру, и, пожалуйста, у меня тоже есть отдельная папочка, где хранятся проведенные вебинары в прошлом, может быть, кого-то, что-то из этого заинтересует, пожалуйста, совершенно бесплатно, заходите, скачивайте или смотрите удаленно, вот, пожалуй, ху, я все сказал, хао, теперь, вопросы, еще, минуточку, я сейчас посмотрю, где они, так, встреча, а как, Павел Юрьевич, они взяли на эту, на переключение, а, вот, вид, 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 так, презентация, конференция, ой, не конференция, не виноват, это дискуссия, дискуссия, сейчас я посмотрю, так, сейчас я посмотрю, что здесь есть, спасибо, было полезно, так, Павел Юрьевич, спасибо, и вам спасибо, не приведешь к процессу исследования, так, думаю, стилистико текста, вопрос индивидуальный, у кого-то хромает, и грамматика, кто-то прямо цицерон, ну, есть такие же, но только, что-то, цицерон, чего-то один всего пока, задача, указать на ошибку, верно, к сожалению, ваша боль, понятно, мы получили реформы образования, ни писать, ни говорить, современные студенты не умеют, умение грамотно выразить свои мысли, это то, что качество дипломной работы, согласен, так, спасибо, и вам спасибо, так учить студентов надо, увы, это всегда получается, дружить с головы, не всегда получается, да, кстати, не только у них, но и у нас, преподавателей, высшее образование, предполагаю, благополучное состояние когнитивной способности у студента, если они нарушены, это вопрос к врачам, ну, согласен, благодарю за информацию, спасибо, и вам спасибо, иностранка, так, спасибо за лекцию, это по поводу, да нет, не иностранка, у нее, русский язык родной, мне кажется, молодое поколение, как говорит, будто они переводят с английского на русский, верно, я до сих пор, я до сих пор не понимаю значение слова лайфхак, лайфхаки, лень посмотреть, конечно, я мог бы разобраться, но некогда, данные схемы будут в письме студентов, ссылка на которые приводят, так, это я уже сказал, я скачал, возможно, несколько слов о заключении, меня интересует форма изложения материала, о заключении, о заключении, ну, во-первых, о заключении написано, в презентации есть ссылка, где коротенько об этом написано, но заключение дипломной работы констатирует, что было сделано, цель такая-то, задачи такие-то, если говорить о шаблонах, то я рекомендую шаблон такой, задача номер один, что сделано для ее решения, задача номер два, что сделано, задача номер три, что сделано, основные результаты, конечно, многие и так и делают, но лучше это делать как-то, ну, я не знаю, более гладко, не таким прямиком, ну, и в конце концов, вообще-то говоря, задачи решены, цель, гипотеза доказана или не доказана, цели тактата. Итак, напоминаю, вот Павел Юрьевич говорит, следующий вебинар, вот, пожалуйста, регистрируйтесь, вот случай частной интерпетации, так, Олег Васильевич, ну, наверное, просто ошибочка в слове, да, я не понял слова, так, у меня нет, безопасно не получать сертификата, так, по этому поводу, Павел Юрьевич, ответит, по безопасному соединению, так, старшее поколение лучше писать умеет только канцеляризм, это верно, это верно, и иногда это спасает, иногда это спасает, так, ну, что ж, а, интерпретации, все верно, все понял, да, 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 вот тут есть особенность, конечно же, личностная особенность человека, его субъективизм влияет, но есть методы, снижающие субъективизм, и приводящие результаты, ну, более-менее достоверными, более-менее достоверными, так, ну, что, коллеги, тогда все, благодарю за внимание, кто не скачал, еще пока есть возможность скачивать и презентации, и отправные положения, Ирина только что проверяла доступ к нормам, через пару часов возможного, так, ну, что еще, все, ребята, значит, есть одна особенность, причем она реализуется на вебинарах, как говорят, англичане уходят не прощаясь, про Brexit, а русские прощаются, но не уходят, прощаемся, прощаются, прощаются, а вот отключаться не отключается, хотя может быть какая-то определенная часть, часть при этом чай пьет, всего может быть, Павел Юрьевич, я тоже вам до свидания говорю всем, наверное, я отключусь тогда с вашего позволения, можно закрывать? Коллеги, огромное спасибо, давайте скажем, нашему сегодняшнему спикеру, Алексею Васильевичу Мурзину, я сегодня просто поражен, какую бурю обсуждения вызвал вебинар, явно он наступил на какие-то больные мозоли, если можно так выразиться, теперь уж думаю о своем языке, я вас всех призываю прийти на второй вебинар Алексея Васильевича, который состоится в четверг, я думаю, там будет не менее интересно, для вас, по крайней мере, давайте по сертификатам поговорим чуть попозже, не будем задерживать Алексея Васильевича, хочу сказать, что я, честно говоря, не вижу эту проблему, вот я, я не на сервере, не в офисе, из дома тоже веду, и мне виден наш сайт, я предполагаю, что просто меняли сегодня с утра сертификат, и пока не все кэши еще обновились, поэтому на ваших браузерах, на у провайдеров и так далее, через пару часов зайдите, все будет нормально, вот так, не могу найти свой сертификат, скорее всего, из-за этого же, но если не найдете позже, часа через два, пожалуйста, пишите мне, я спрошу, но возможно, Евгия Александровна, возможно, вы просто вошли уже слишком поздно, где-то в 13.00 или позже, потому что я формирую сертификаты достаточно поздно, но не в самом конце вебинара, те, кто не пришел на первый час, они не считаются. Людмила Васильевна, да, платные, вы можете на нашем сайте ознакомиться со всей процедурой. Если кому-то, я привел в самом начале ссылку, ну, давайте я вам сейчас приведу ссылку, скажем так, более полную, одну минутку, вот здесь, вот здесь полное описание процедуры получения сертификата, пожалуйста. Ну что ж, коллеги, будем прощаться тогда. Если какие-то вопросы останутся по технической части, можете задавать мне лично. я еще раз всех благодарю и приглашаю вас... Вопросы мне, если есть, пожалуйста, заходите на сайт, там есть адреса, прямо посылайте и все. Оттуда. Я вас всех приглашаю на вебинары Директ Академии, в том числе на следующий вебинар Алексея Васильевича. Напоминаю, что Директ Академия ведет вебинары каждый день в 12 часов по Москве, ну, по крайней мере, стараемся вести всегда в одно и то же время, не всегда получается. Вот, приходите к нам, мы будем приглашать интересных спикеров и будем делать вам интересно. Всего доброго! Продолжение следует...